Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по запасам нефти в США в 15.30 по GMT. Это официальный отчет от администрации энергетической информации. На прошлой неделе, когда мы получили свидетельство увеличения запасов, что вполне логично на фоне рекордных уровней добычи в Штатах, нефть оказалась под дополнительным прессом. Сегодня я ожидаю повторения подобного сценария, тем более, что в целом рассчитываю на то, что Brent и WTI перейдут к более уверенному развитию медвежьей динамики. В 16.00 и в 17.30 по GMT состоятся выступления представителей Федрезерва Куглера и Баркина. Это не такие авторитетные представители ФРС, как Лоретта Мейстерш, которая выступала накануне. И учитывая то, что даже Лоретта Мейстер не стала причиной какого-то роста волатильности на американском фондовом рынке и касательно американского доллара, я думаю, то, что выступление этих чиновников Федрезерва будет замечено рынком даже в меньшей степени. Также хочу обратить ваше внимание, что буквально в переходе с торговой сессии среды на четверг, прямо ранним утром, если ориентироваться на азиатскую сессию, в час 30 по GMT будут опубликованы еще данные по инфляции в Китае. Вот этот вот отчет может задать тон и настрой для рынков, тем более, что, согласно прогнозам, инфляция покажет значительное снижение. В частности, в годовом выражении ожидается спад на 0,5%. Напомню, что инфляция – это, по сути, индикатор потребительской активности. У нас были ранее уже тревожные звонки из Китая. Самый, наверное, очевидный из них в последнее время – это кризис на рынке недвижимости после, по сути, банкротства Авергранда. Я думаю, что будет цепная реакция, будут другие застройщики, которые также не смогут удержаться на плаву. И еще и снижение потребительской активности в Китае может стать уже весомым доказательством того, что темп экономического роста Китая слабевает. И к этому нужно быть готовыми, потому что, опять же, негативная динамика по макроэкономическим релизам в Китае – это, по сути, и условия для снижения спроса на те же самые углеводороды. То есть, потенциально еще один негативный фактор может уже образоваться завтра в ходе азиатской сессии. Индекс доллара – 104 пункта. Вчерашний день – это день коррекции, что вполне логично после серьезнейшего ралли в пятницу и понедельник, когда рынок был в эйфории от сильных данных по американскому сектору труда. Также еще помог отчет АСМ в сфере услуг. Самый объективный, наверное, показатель для данной отрасли американской экономики. И все воспряли духом, считают, что, да, американская экономика теперь точно избежит спада, мягкая посадка – это прям практически неизбежно. Но я с этим абсолютно согласен, тем более, что вот последняя версия и прогнозы аналитиков Deutsche Bank, что американская экономика в этом году квартально будет расти на 1,9%. Это солидные цифры, которые, в принципе, коррелируют с теми показателями по экономическому росту, которые мы наблюдали в прошлом году. И нужно понимать, что нахождение экономики в состоянии такого перегрева, наверное, это уместное слово, будет стимулировать, в свою очередь, сохранение показателей инфляции на высоких значениях. К сожалению, на мой взгляд, тренд на устойчивое снижение инфляции уже позади. С учетом всех тех новостных факторов, которые появляются, индекс потребительских цен в США, скорее всего, может остаться на примерно текущих значениях. И это будет нервировать Федрезеру, потому что в таких условиях американскому регулятору придется почти на регулярной основе откладывать сроки первого снижения ключевой процентной ставки. Но сильный вперед мы смотреть не будем. Мы ориентируемся пока что на майское заседание, не на мартовское. Мы пришли к выводу, что в марте снижение ставки маловероятно. Вероятность снижения ставки в мае 54,7%. Поэтому в целом условия для роста доллара сохраняются, и я буду дальше держать длинные позиции. Золото 2034 доллара за тройскую унцию по-прежнему я считаю, что на фоне укрепления доллара, который может возобновиться в любой момент, стоит на рынке появиться какому-то дополнительному фундаментальному драйверу. На фоне именно сохранения показателей доходность десятилетних трейджерий с выше 4%. Мало шансов покупателей перехватить инициативу. Поэтому цель 2000 остается актуальной. Американский фондовый рынок S&P 500 4974 пункта. Друзья, давайте навалимся и затащим этот индекс к психологической планке в 5000 и там уже выдохнем. Это будет очень серьезный профит. Это будет отличная возможность, которую мы использовали, потому что правильно оценивали фундаментальные возможности. И, на мой взгляд, сейчас, ну, прям ничто не заставит покупателей отступить. Австралиец против доллара, друзья, 0.6528. Пока что рынок воспользовался ситуацией, связанной с технической коррекцией и решением Резервного банка Австралии по процентной ставке по итогам заседания регулятора, которая состоялась накануне. Ставку, разумеется, оставили на прежнем уровне 4,35%. Но были комментарии, которые сейчас интерпретируются как ястребины. Что инфляция остается высокой, что Резервный банк Австралии будет внимательно оценивать ситуацию на рынке труда, следить за внешними экономическими условиями и допускает совершенно разного рода сценарий, в том числе даже и возможность еще одного повышения ставки. Но заранее хочу сказать, что на этом фоне австралийский доллар вряд ли сможет вырасти еще значительнее, потому что тот максимум, который было возможно показать, уже показан. Также вчера вышли данные по роничным продажам в Австралии за декабрь. Тут серьезный спад на 2,7%. Прогноз предполагал рост на целых 1,1%. То есть, друзья, следом за снижением потребительской активности вниз пойдет ускоренными темпами, скорее всего, и показатели инфляции. И в этой связи Резервный банк Австралии может очень скоро начать смягчать экономическую политику. И за вот это право быть первым, если они гонятся за эту возможность, будут, на мой взгляд, соперничать как раз регуляторы стран океане, либо вот Европейский центральный банк, где тоже очень много признаков на устойчивое снижение инфляционного давления. Евро против доллара 1,0758. Друзья, нужно выбрать, какой актив вам больше интересен, индекс доллара, либо пара евро-доллар, потому что они показывают обратную корреляцию и на 100% схожую динамику. То есть, когда растет индекс доллара, соответственно, евро идет вниз и наоборот. Текущая ситуация по евро не меняется. Я уверен, что на фоне накопленного эффекта крайне слабых макроэкономических данных, вот вчера, кстати, вышел еще отчет по рыночным продажам, снижение в годовом выражении на на целых 0,8%. За месяц рыночные продажи просили на 1,1%. Глава Банка Испании Декос подтвердил, что Европейский центральный банк может гораздо раньше обозначенных ранее сроков анонсировать первое снижение ключевой процентной ставки. Перспектива смягчения монетарной политики будет топить позиции евро и способствовать тому, чтобы европейская валюта и дальше развивала нисходящую динамику. Доллар иена 148 иен за доллар, цель 150 все еще актуальна. Из последних отчетов стоит отметить расходы домохозяйства японских, которые снизились на 2,5%, и крайне скромные темпы роста заработной платы. Это все индикаторы, слабеющего инфляционного давления, без роста которого Банк Японии не пойдет на повышение ключевой процентной ставки. Поэтому делаем акцент на потенциальное снижение иены и укрепление позиции американского доллара. И рынок нефти 78,69. Основной триггер для потенциальной негативной динамики, на мой взгляд, это данные по инфляции в Китае, о которых я рассказал в самом начале этого брифинга. Также давление на, собственно, нефть продолжит оказывать потенциальное увеличение запасов нефти США. Сегодня в 15.30 по GMT официальный релиз. По данным Американского института нефти, запасы нефти на прошлой неделе выросли. И на 0,6 миллиона баррелей, по-моему, если мне не изменяет память. Соответственно, похожая динамика уже от официального ведомства может простимулировать дальнейшие распродажи. И не стоит забывать о относительно спокойном фоне на Ближнем Востоке. Особенно сейчас в формате текущего турне госсекретаря Блинкина Ближневосточного, что в целом, будем оптимистами, может привести к каким-то положительным сдвигам. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!